Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчей. Индийская притча «Молоко для Бога». Однажды в Индии случилось чудо. В два часа ночи в одном из храмов раздался звон, и таинственный голос сказал жрецу, «Ганеша хочет пить, принеси ему молока». Благочестивый жрец тут же отправился в храм и увидел, что чаша перед статуей Ганеша пуста. Он налил в нее молока, и оно тут же исчезло. Через два часа об этом знали во всех храмах Дели. Служители храмов отправились за молоком, и во всех храмах оно из чаши исчезало. К утру молва о чуде разнеслась по всей стране. Тысячи людей отправились в храм и неся с собой молоко. И боги пили молоко. Женщины плакали и молились, видя доказательства истинности своей религии. Но ученые искали объяснение у массовой истерии, полагая, что жрецы подстроили чудо. Доказывали, что камни статуи просто впитывают молоко через мельчайшие капилляры по законам физики. И даже видеосъемка не могла их переубедить. И тогда Кришна сказал, «Я оставляю за собой право не появляться перед глупцами. Бог может стоять перед ними, но они скажут, не верим, и пройдут мимо. Потому пелена йога-майя покрывает их глаза, и я оставляю за собой право не открывать себя глупцам, которые не верят в меня. Но преданные мне могут видеть меня и прикоснуться к блаженству, которым пронизано все сущее». Вот такая индийская притча. Она называется «Молоко для Бога». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok